Седьмая глава Нелегко организовать такую проповедь Нелегко выстроить такую проповедь Нелегко понять, что же, собственно, делает Стефан Но, по сути своей, в этой проповеди четыре части Стефан говорит об Ибрааме Затем он говорит об Иосифе Кстати говоря, Стефан единственный человек в Новом Завете Который говорит об Иосифе Я думаю, что Иосиф величайшее ветхозаветное доказательство Того, что Иисус из Назарета – Сын Божий Но никто к Иосифу для этого не обращается Стефан обращается к Иосифу, но с несколько другой точки зрения Но сначала он говорит об Ибрааме Потом об Иосифе Затем о Моисее И затем о Давиде и Соломоне Очень легко понять, почему он говорит об Ибрааме И Иосифе и Моисее Потому что иудеи говорят, что Бог открывается только в храме Бог благословляет нас только в храме и через храм Бог открывает свое присутствие только через храм Чтобы познать присутствие Бога и волю Божию и благословение Божие Нужен храм Стефан говорит Нет, это не так Но смотрите Бог-то ведь являлся Аврааму в Месопотамии В Харане Когда Авраам был еще идолопоклонником Бог не в храме ему являлся Бог явился Моисею В горящем кусте Когда тот пас овец Причем овец он пас У священника Но не священника израильского Я пропустил Иосифа Извините, пожалуйста Бог благословил Иосифа в Египте Бог использовал Иосифа в Египте Сделав его искупителем Когда храма никакого еще не было Он проводит их через такой краткий обзор Истории Израиля В 9 стихе мы читаем об Иосифе Что Бог был с ним И храм тут был совершенно ни при чем Он говорит о том Как Бог сохранил Моисея в Египте И дальше Мы видим рассуждение Стефана Об эре храма О том, как Давид Захватил Иерусалим Который раньше был Столицей Иосиф После того, как Давид был Царем Израильским 7 лет Он захватил Иерусалим И задумался о том Что вот он живет в деревянном доме А Богу поклонялись Шатре об Израиле Он решил все это исправить Решил, но не получил на это позволение А сын его получил Соломон построил храм Но Соломон говорит в 3 книге царств 7 глава Что никакой храм не может вместить Бога Что Бог населяет всю вселенную И вот в этот момент Когда Стефан говорит о Соломоне Он цитирует Исайю 66 главу Небо престол мой И земля под ножи и ног моих Какой дом Созиждите мне Говорит Господь Или какое место для покоя моего Не моя ли рука Сотворилось тёси Он говорит Да Вы управляете храмом Но Бог больше храма Если мы посмотрим в историю нашего народа Бог благословляет Людей вне храма Бог является людям за пределами храма Так было даже в то время Когда храм уже существовал Об этом говорит Стефан Знаете что? Начиная с 51 стиха Происходит нечто невероятное Стефан их откровенно оскорбляет И они убивают его Необходимо задаться вопросом Почему он это сделал? Ответ простой Потому что он был исполнен Святого Духа Это не было решение Стефана Это было решение Бога Не просто Стефан дал им короткий обзор Ветхого Завета Он сказал Вы слышали истину Вы знаете истину Но ваши отцы Преследовали Гнали тех Кто проповедовал истину Ваши отцы Побивали пророков камнями И вы похожи на них Да Вы можете собой гордиться Особенно своим обрезанием Но по сути Сердце ваше не обрезано Дух ваш не обрезан Ваше понимание Ваш разум Не обрезан Да Внешне вы евреи Но внутренне Вы сопротивляетесь Богу Вы убили Праведника Божия Вы его убийцы Да Закон пришел к вам Но вы не соблюли закон Вы убили Святого Божия 54 стих Слушая сие Они вышли из себя Они конкретно Вышли из себя Они бросились на него Чтобы убить Его На протяжении всей 7 главы Стефан свидетельствует О Христе Перед людьми Но в конце 7 главы Стефан получает Видение небес На земле Стефан был Свидетелем Христа Свидетелем Христа Для людей И Стефан получает Небесное видение Христа Свидетельствующего Перед Богом Отцом В конце 6 главы Мы узнаем Что Стефан Похож на ангела В 7 главе Мы узнаем О том Что Стефан Заглянул В то место Где живут ангелы Ему является Видение Иисуса Христа Это видение Столь важно Это видение Столь важно Что Христос Встает В этом видении Мы знаем Что в небесах Христос Сидит Одесной Отца В 56 стихе Стефан говорит Вот я вижу Небеса Отверстие И Сына Человеческого Стоящего Одесной Бога Итак сначала Стефану была дана Благодать Чтобы стать Служителем Диаконом Во-вторых Стефан получил Благодать Для того Чтобы совершать Великие чудеса В-третьих Стефан получил Благодать Для того Чтобы проповедовать Великую проповедь В присутствии Врагов Божьих В-четвертых Стефан получил Благодать Для того Чтобы увидеть Видение небес В-пятых Стефан получил Благодать Для того Чтобы принять Смерть Верного Человека Верного Служителя Мы с вами Разбираем Вот такой Фрагмент Мы должны Задаться Вопросом С чего Нам начать Все Мы хотели бы Хорошо Окончить Но с конца Не начинают Начинают Все-таки Сначала Так вот Выбор Начала Пути Обуславливает И окончание Этого пути Конца Пока не видно Видно Лишь Начало Но Правильно Выбрав Начало Вы Таким образом Выберете Конец Первая Книга Царств 17-й Глава Пожила Одна Из самых Известных Историй Всего Мира История Давиде История О том Как Израиль Впервые Увидел Давида Первая Книга Царств 17-й Глава Давид Одерживает Победу Над Голиафом Но Когда Эта История Только Начинается Давид Не пытается Делать Ничего Особенного Или Героического Давид Не пытается Совершить Славный Поступок Давид Не пытается Прославиться Давид Сделает Обычную Работу Он Служит Он Выполняет Поручения Отца Потому Что Отец Ему Сказал Отнеси Хлеб И Этот Сыр А Братьям Своим И Их Начальнику Вы Можете Себе Представить Вы Можете Себе Представить Потом Давид Кто-нибудь Спросил Давид Чем Занимался В Войну Я Приносил Сыр Ничего Героического В этом Нет Хвастаться Нечем Он Просто Пытался Выполнить Простое Повеление Отца Как Начинается История Стефана Свидение Небес С Великого Мученчества Нет Стефан Ты будешь служить Готов ты служить Этим вдовам Готов ты позаботиться О том Чтобы Каждый получил То что должен был Получить Возьмешь ты на себя Вот эту Непростую работу Работа Всегда непростая Потому что Женщины между собой Ругаются Они могут и с вами Поругаться Если И с тобой поругаться Если им не понравится Что ты делаешь Возьмешь ли ты эту работу И за очень короткий промежуток времени Мы проходим от человека Работа которого Служить при столах До человека Которому открывается Видение небес Который принимает Славную смерть Первого мученика Его побивают Камнями Его убивают Он умирает Как Христос Подобно Христу Перед нами Поразительный контраст Воистину поразительный контраст Смотрите Что он говорит В 51-53 стихах Деяния 7 51-53 Жестоковыны Люди С необрезанным Сердцем И ушами Вы всегда Противитесь Духу Святому Как отцы ваши Так и вы Какого из пророков Не гнали Отцы ваши Они убили Предвозвестивших Пришествия Праведника Которого Предателями И убийцами Сделались Ныне вы Вы Которые Приняли закон Прислужение Ангелов И не сохранили А теперь Смотрите Что он говорит В 60-м Стихе Господи Не вмини им Греха сего Не вмини им Греха сего Поразительно Евангелие Меч обоюдоострый Евангелие Способно Ранить Но при этом Способный Исцелить Евангелие Способно Зарубить Но способный Дать жизнь С 51-53 Стихи Он говорит Слова Осуждения В 60-м Стихе Он Стефан Говорит Слово Умиротворения Слово Прощения Слово Утешения С 51-53 Стихи Он Позглашает Виновен В 60-м Стихе Взывает О милости И то и другое Евангелие Нам необходимо Понять Насколько Мы По-настоящему Большому счету Грешники Спасение Нам вообще Необходимо Если мы Не понимаем Этого Если мы Не осознаем Серьезность Греха Ужас Греха То мы Никогда И не поймем Насколько Нам нужен Спаситель Если мы Не слишком Плохи То зачем Нужна Совершенная Жертва То зачем Нужна Смерть Сына Божия Если Проблема Греха Можно решить Как-то иначе Священное Писание Евангелие И жалит И поет И ранит И исцеляет Дает Осуждение Без Христа И спасение Со Христом Так что Никакого противоречия В словах И делах Стефана Здесь нет Более того Это не слова Стефана Это слова Духа Святого Который Направляет Стефана Это Самая Длинная Проповедь Деяния Апостолов Нам не Безразлично Современная Церковь И у нас Есть Что ей Предложить Поддержите Наш проект Молитвой Финансами Информацию О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Найти на Сайте 3wtvseminary.com Я бы хотел Извлечь Урок Из Евангелий Из Деяния Апостолов И этот урок Также будет Из истории Церкви Не думайте Будто Верность Принесет Вам Награды В этой жизни Не принесет За верность Вас ожидает Смерть Смерть Принесет Награду Но не В этой жизни Награда Придет С самого Бога Награда Это будет Вечно Нам с вами Нужно Все-таки Определиться От кого Мы хотим Получить Награду И сколько Мы хотим Удержать Эту награду У нас В Америке Есть Очень 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 Богатые Спортсмены Они Получают Миллионы Миллионы Долларов В год Есть Среди них Боксеры Есть Американские Футболисты Есть Баскетболисты Зарабатывают Они по 5, 10, 15 Миллионов Долларов В год Есть У нас Также Очень 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 Большой Процент Этих Атлетов Спортсменов Становятся Банкротами Через 10 лет После ухода На пенсию Они Оказываются Бездомными У них Нет Ничего Я могу По именам Их Называть Боксер Немного Мик Тайсон Боксер По имени Майк Тайсон Баскетболист Антуан Уокер Который Зарабатывал По 11 Миллионов Долларов В год А сейчас Он в долгах У него Нет Ничего Майкл Джексон После смерти Выяснилось Что у него Миллионные Долги Так вот От кого Вы хотите Получить Награду И сколько Вы хотите Эту награду Сохранить Единственная Награда За верность В этой жизни На этой земле Это страдание И смерть Однако Есть Награда Которая Ожидает Нас Стефан Видел Эту награду Перед смертью Своей Перед ним Стоял Христос Ожидающий Ожидающий Принять Его Если Мы Такое Видение Получим Кстати говоря Не факт Что мы Получим И искать Его Не стоит Но если Мы получим Этого Будет Достаточно Когда мы Увидим Христа Этого Будет Достаточно Если Мы Даже Обретем Весь Мир Но Откажемся От Христа Этого Будет Мало Этого Будет Мало Только Христос Может Принести Покой Нашей Душе Стефан Умер Мученической Смертью В страдании В боли Но В радости В удовлетворении Начинается Этот путь С верного Служения Кончается Верной Смертью Мы Не можем Порой Управлять Тем Что происходит Между Началом И концом Порой Мы не проповедуем Так как Стефан Или Мы не получаем Таких видений Но все Мы можем Быть верны В служении Другим И в смерти Я верю Что Господь Даст нам Такую возможность Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...